В Малиновском суде Одессы продолжилось рассмотрение дела главным фигурантом, по которому выступает городской голова, а также его заместитель, ряд чиновников, депутатов и представителей частных компаний, участвовавших в сделке по приобретению горсоветом помещений завода «Краян». Нынешнее заседание началось со скандала. Ситуация в Малиновском суде обострилась до предела. Мы уже рассказывали о том, как сторонники Труханова мешают СМИ и наблюдателям заниматься своей профессиональной деятельностью. Вот и 14 февраля процесс не успел начаться, как случился скандал. Представителям прессы буквально с боем приходилось прорваться к заветным скамейкам, которые, впрочем, практически полностью были заняты членами фан-клуба Труханова. Черновые, которые вырушили законы. Почему вы, как вы, что вы, как вы, сказали все, почему эти люди зашли с журналистов? Почему вы, как 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 вы Обратите внимание на поведение молодого крепыша, который успел подсидеть журналиста одного из одесских изданий. Да и вообще в данной ситуации прекрасно все. От поведения сотрудников суда и полиции, самоликвидировавшихся в нужной ситуации, до тетенек, точно знающих, кому взяли место, а кому из СМИ надо выйти вон. Заседание началось с обращения журналистов к судьям. Я, имя журналистов, которые здесь присутствуют, хотела бы сделать заявление о том, что хронически в этом зале нарушаются наши права в соответствии с частью 2 статьи 328 УПК Украины. Сегодня опять не была обеспечена возможность нам пройти в зал заседания. Мы вынуждены физически, локтями и коленями пробиваться в этот зал. Мы не маленькие панчики и девочки. Нам многим из нас уже больше 60 лет. Пожалуйста, обеспечьте право журналистов свободно проходить в зал заседаний в соответствии с законом и выполнять свои обязанности. Судья Черевко, которому на самом деле уже неоднократно обращались и наблюдатели, и журналисты, заявил, что первые два ряда по закону могут занимать родственники, пресса, либо представители общественных организаций. Преоритетное право на заняття в месте в период судового возраста мают близкие родичи или родичи обвинувачених на первых двух главках. Нема. Після зазначених осіб, пріоритетным правом присутствия в залі судового заседания є представники засобов информации и общественных объединений. Я хотів додати. Михайло Штек зі Радіо Свобода. Питання не в тому, скільки нас, а в тому, що має бути пріоритетне право для працівників засобів масової информации, згідно зі статтею… Михайло Штек зі Радіо Свобода. Михайло Штек зі Радіо Свобода. Впрочем, несмотря ни на що, почти все скам'ї остались занятими представителями общественних організаций, широко известних в узких кругах мэрии. Дальше судебний процес продовжився. Що касається вещественних доказательств, прокурор САП Валентин Усіяко заявив, що, к сожалению, їм, т.е. всій государственній машині обвинення, так і не удалось сняти захисту з телефонов обвиняємих. Річ идет об айфонах Труханова і депутата гурсовета Шкрябая, а посому інформація, яка на них мається, оказалась для следствия недоступна. До цього часу технічні можливості Национального бюро не змогли, скажімо так, з їх використанням відкрити ці технічні засоби спілкування, комунікації і вивчити їх інформаційне наповнення. Тому я не заперечую стосовно передачі на відповідальне зберігання цих речей їх власникам. Після того, як обвиняємому вернули мобільний телефон, і почався допрос свидетелей. І з семи вызванних прийшли тільки двоє. Один, вернее, одна із них – оценщица і колега обвиняємой Богдановой. Я знакома з Галією Богдановою. Галина Богданова. Я її знаю більше десяти років. Прекрасний чоловік. Прекрасний оценщик. Просто хороший чоловік. Так, більше десяти років. Це мій стажер. Мій стажер. В общем-то складувало впечатление, що свидетель хорошо помнят Богданову, але плохо помнят себя. Сначала она пожаловалась на легкую дезорієнтацию в пространстві. Да, якось ви існує вас право, що-то... Давайте ми... Я теж вас направлю. А потім свидетель вовсе забыла номера телефонов собственного супруга, сообщив при этом, що плохо понимає прокурора. Ви повідомили, що названі телефони... Принадлежать моєму мужу. Якщо вони у вас записані, наверняка, це його. Так належать мужу, чоловіку чи не належать? Ну, наверно, ж. Ваша честь, суд? Ви знаєте, я стільки лекарств выпила, що це просто ужас. На просто ужасі допрос практически завершился. І один, і второй свидетели отказалися давати показання. На этом все і закончилось. Следующее засідання суда состоїться через 2 недели, 25 февраля.